Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемых организаторов аферы с театральными билетами. Цены в несколько раз превышали реальные, а продажи шли через сайты-двойники. Таких липовых ресурсов было создано более трёхсот. Криминальную схему изучил Виталий Кармазин. В Театре нации детское паломничество. Большинство зрителей пришли на новый спектакль по книге Астрид Лингрен на острове Сальткрока. Я на самом деле испытал удовольствие ещё и не только от спектакля, но и от того, как дети это воспринимают. Билеты юным зрителям родители берут преимущественно через интернет. Проще купить всё по интернету. Потому что ездить мне надо в кассу. Но, как выяснилось, такие покупки онлайн бывают опасными. За прошедшее лето появилось 350 сайтов-клонов столичных театров. Поддельные страницы копируют порталы настоящих учреждений и продают билеты в десятки раз дороже. 30 тысяч, 27 тысяч. Нет у нас таких цен. Директор Театра нации за полминуты нашла сайт-двойник. Скопировано всё, вплоть до афиши и фотографий. В поисковиках такие порталы на первых местах. Они проплачивают рекламу. Естественно, если ты платишь за рекламу больше, то ты попадаешь уже в топ-верхушку. И когда любой зритель ищет Театр нации, условно, название такое-то, то, естественно, всплывает тот зеркальный сайт, который заплатил больше на рекламу. В основе этого обмана примитивная схема. На том конце человек просто вручную покупает билет у одного из билетов оператора. Там закрашивает цены, переделывает билеты и вручную отправляет покупателя. В Московском международном доме музыки новый сезон по традиции открывает маэстро Владимир Спиваков. Интернет-деятели уже скопировали официальный сайт mmdm.ru, назвали его mmdm-касса.com и начали продавать билеты. Они всегда стараются заработать на любви к высокому искусству. Это для души, собственно говоря, релакс. И страдают не только любители классической сцены, но и современных форматов. Прибежал на концерт, а там нет никого. Ни комика, ни концерта, ни людей, ни издания. Голосом из голливудского блокбастера стендап-комик Карена Рутюнов описывает вполне реальную ситуацию. За несколько часов до начала концерта всплывают фейки. Люди, которые не успели купить официально, естественно, ведутся на это и покупают билеты фейков. В Геликон-опере со зрителями, которые пострадали от таких мошенников, встречаются постоянно. Они могут значительно переплатить за билет в три, в четыре, в десять раз. Они могут получить билет с неполностью заполненной, что не позволяет впоследствии пройти на спектакль. Вот пять интернет-страниц театра сатиры. Лишь одна из них настоящая. Аферисты смастерили липовый портал Мариинки. Театр Вахтангова тоже борется с сайтами-клонами и их владельцами. Ну, типа это предпринимательство. Это не предпринимательство. Это абсолютно, так сказать, как же это помягче сказать даже, я не знаю, слово такое. Вы скажете, как есть. Нет, это не цензурное слово, я не могу его говорить. А вот как переплачивают зрители Большого. На официальном портале билетов на Лебединое озеро нет, но сайт-клон предлагает насладиться балетом в портере всего за каких-то 50 тысяч, при том, что настоящая цена 15. 50 тысяч два. А почему здесь 15? Я без понятия. Мое дело привозить. Чтобы бороться с перекупщиками, часть билетов в Большом продают по паспорту. Но аферистов это не останавливает. Сайты-клоны пытаются продавать билеты за полгода, которых не существует. Таким образом они размещают фейковые билеты, фейковые спектакли, которые совпадают по датам, по тем же. Собирают данные паспортные от людей, а потом будут пытаться приходить и оформлять билеты на эти паспортные данные. Мы колоссально теряем в имидже, и масса приходит обманутого зрителя. Под Новый год перекупщики предлагали билеты на балет «Челкунчик» за 600 тысяч рублей. Этот скандал стал эпизодом в масштабном уголовном деле о билетной мафии. На этой неделе басманный суд Москвы заочно арестовал двух предполагаемых организаторов схемы. Андрея и Ирину Хартанюк. Они в бегах. Третий — Алексей Куринов. Его считают создателем 300 театральных сайтов-клонов, которые позволили группировке похитить миллиард рублей. Такие деньги старым перекупщикам, которые работают, что называется, на земле, и не снились. То, что в онлайн ушло, как-то повлияло на вашу работу? Повлияло. Это очень плохо. Здесь они зарабатывали десятилетиями. 40 лет? Да. У большого театра? Да. Спекулируете? Ну... Ну, в советское время вас бы посадили. Ну, преследовали это, да. Пока аксакалы спекуляции грустят, их деятельные онлайн-коллеги придумывают все новые способы обмана. Впрочем, и это ненадолго. Уже принят ряд законов, которые запретили сторонним кассам торговать театральными билетами, а их возврат сделали платным. Теперь под прицелом сайты-клоны. Их регулярно блокирует Роскомнадзор и столичная прокуратура. Виталий Кармазин, Олег Добин, Геннадий Талочкин. Неделя в городе.